Всем привет! Сегодня я хочу сделать для вас обзор одной из самых, наверное, ожидаемых линей по уходу за последнее время. По крайней мере, это то, что я заметила, потому что мои комментарии и личные сообщения просто были завалены вашими просьбами сделать на эту линейку обзор, как-то вас скоординировать, стоит ли это того, чтобы это покупать или наоборот лучше это пропустить. В общем-то, сегодня с вами будем разбираться с корейской линейкой от Faberlic, которая называется iSeul. Я все эти средства заказала в первый же день, как только они появились в продаже. Я сидела за компьютером, добавляла это все в корзину и хотела получить это как можно быстрее. Если вас интересует мое мнение относительно этого ухода, а также разбор состава, то, конечно же, продолжайте смотреть. И мы начинаем. Faberlic выпустил линейку по уходу, которая называется iSeul. И согласно тому, что они пишут в каталоге, эта система разработана на основе истинно корейских ингредиентов с учетом особенностей европейского типа кожи. Это не прямая коллаборация с Кореей и не корейское производство, как, к примеру, сделали Avon. Но у Avon, знаете, в чем минус конкретно для меня? Продукция действительно неплохая у них. Корейская, но там нет базового ухода. Там все патчи, маски, эмульсии, что-то такое, что мы используем время от времени. И, как вы уже поняли, в этой линейке мы с вами видим гидрофильное масло для очищения, витаминный тоник для лица и активный крем для лица с экстрактом ласточкиного гнезда. На каждой упаковке в этой линейке написано, что это совместная разработка Faberlic России и BioSpectrum Корея. Я погуглила, кто такие BioSpectrum, и, судя по всему, это организация, которая поставляет ингредиенты. То есть, насколько я могу судить, это только мое мнение, и то, как у меня сложилось впечатление, что Faberlic занимались разработкой формулы и также производили непосредственно эту всю продукцию, но закупали ингредиенты, они именно в Корее у этой компании. Теперь, что касается моего общего впечатления, сразу скажу, что попользовалась этой продукцией я не очень долго, всего где-то недели две. Обычно я гораздо дольше тестирую уход перед тем, как садиться перед камерой и что-то вам рассказывать, но так как очень многие из вас заинтересовались этой линейкой, я просто хочу сейчас поделиться своего рода первыми впечатлениями. То есть, воспринимайте это скорее так, нежели какой-то полноценный обзор, вот смотрите, что это сделало с моей кожей. И давайте, наверное, начнем с самого интересного, а именно с активного крема для лица. Консистенция у него очень такая стандартная, это белый густой крем, очень приятный у него аромат. Я в вычислении ароматов не сильна, поэтому не скажу вам точно, чем это пахнет, но мне кажется, это какой-то такой вот легкий цветочный аромат. Этот крем имеет достаточно жирненькую такую консистенцию, то есть, это нелегкий кремушек, который моментально впитывается и абсолютно не оставляет по себе никаких следов. То есть, он впитывается достаточно быстро, но при этом он оставляет ощущение именно такой напитанной кожи. Мне кажется, этот крем подойдет абсолютно для всех типов кожи, как для жирной, так и для сухой, так и для нормальной, потому что вот он такой вот действительно универсальный и быстро впитывается. В то же время у него в составе, об этом мы поговорим позже, есть ингредиенты, которые классно подходят и для жирного типа кожи, и для сухого типа кожи. У меня сухой тип кожи, и вы знаете, мне очень приятно было пользоваться этим кремом. Я недавно полностью изменила весь свой уход, и когда я начала пользоваться своим новым утренним уходом, я поняла, что он, наверное, слишком легкий для меня, то есть, у меня очень быстро появлялось вот это чувство сухости, стянутости, и когда я добавила в свой уход вот этот крем, кожа с этим кремом у меня сразу начала получать нужное увлажнение питания, и все, проблема эта сразу снялась. Теперь давайте поговорим более конкретно об ингредиентах. Здесь заявлены два основные компоненты. Это экстракт гнез салангана и также витамин В3, то есть неоцинамид. Читая состав, я вижу, что эти ингредиенты здесь действительно есть, но они достаточно в небольшой концентрации, и очень жалко, что нигде не указано, в каком процентном соотношении здесь те или иные компоненты. Так, конечно, было бы гораздо проще понять, каких результатов мы можем ожидать, потому что, если вы уже смотрели мое видео об активных ингредиентах, вы знаете, что все зависит от того, насколько большой или маленький процент того или иного активного ингредиента в составе. Поэтому даже один и тот же ингредиент в каких-то больших дозах может как лучше вам сделать, так и хуже. И наоборот, в маленькой дозе он может быть более безопасный и менее раздражающий для лица. Поэтому, не зная точно, какой процент в составе, можно только гадать. Из тех ингредиентов, которые здесь находятся в первой десятке, то есть это самая высокая концентрация этих ингредиентов в составе, хочу отметить здесь масло макадамии. Кроме масла ЖЖБА, масло макадамии наиболее близко к нашему натуральному кожному жиру. Оно содержит сквален и олеиновую кислоту, которые способствуют регенерации клеток, что делает это масло наиболее полезным для сухой, увядающей, потрескавшейся даже кожи, потому что оно смягчает, увлажняет и своего рода даже заживляет. Также оно содержит омега-6 линолевую кислоту, которая помогает сбалансировать выработку кожного сала и создает естественный защитный барьер. А омега-7 полезна для заживления ран, царапин и ожогов. То есть, как видите, этот ингредиент, в принципе, подходит для любого типа кожи. Что же касается активных ингредиентов, которые здесь заявлены, то ниацинамид или витамин В находится в списке на 12 месте. Ниацинамид это вообще отличнейший ингредиент, действительно один из самых топовых. Когда начинаешь считать, что такое ниацинамид, кажется, что это вообще слезы Иисуса или какая-то божественная роса. И улучшение текстуры лица, и сглаживание пор, и выравнивание тона лица. Он также убирает тусклый вид, борется с морщинами и что он только не делает. Но опять-таки, все зависит от того, какая концентрация его в креме. То есть, чем выше его концентрация, тем, соответственно, больше преимуществ вы получите. И, кстати, согласно всех исследований, с которыми я столкнулась, везде указано, что ниацинамид не работает мгновенно. То есть, нужно где-то приблизительно 12-14 недель для того, чтобы вы начали замечать какую-то разницу. После чего все становится гораздо лучше, 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 лучше. И вы доходите до определенной какой-то стадии, где ниацинамид начинает уже просто поддерживать это состояние. Он отлично борется и с пигментными пятнами за счет того, что он контролирует выработку меланина. И, таким образом, у вас общий тон лица со временем начинает выравниваться. Также он контролирует выработку кожного сала. И если ваши поры перестают быть забитыми излишком кожного сала, то, соответственно, и поры начинают выглядеть меньше. Также он может уменьшить ущерб от окружающей среды, то есть от свободных радикалов. Из-за чего клетки разрушаются, кожа стареет, теряет свой тонус. Ну и, соответственно, начинает выглядеть не так молодо и упруго, как нам бы того хотелось. Еще один бонус ниацинамида в том, что он улучшает или утолщает эпидермальный барьер. Из-за чего, во-первых, мы не теряем так сильно влагу. Ниацинамид также отлично сочетается с чувствительной кожей. И это действительно один из тех ингредиентов, которые имеют очень мало побочки. То есть, если мы рассматриваем какие-то другие ингредиенты, как, например, тот же ретинол или HABHA кислоты, все они достаточно агрессивные. Там мы начинаем как можно с меньшего процента, смотрим, как реагирует кожа, и потом идем выше, выше, выше. Когда B3 абсолютно не агрессивный, и он отлично подходит и для тех, у кого есть раздражение, и для тех, у кого есть акне, и для тех, у кого даже такие кожные заболевания, как экзема, розоцея и так далее. Что же касается экстракта ласточкиного гнезда, то этот ингредиент находится в списке на 16 месте. То есть, его в процентном соотношении здесь еще меньше, чем ниацинамида. Я вообще, когда впервые услышала этот термин, экстракт ласточкиного гнезда, я вообще подумала, что за бред вообще, что они там в гнезде отковыряли такого, что может помочь для кожи. Но на самом деле, экстракт ласточкиного гнезда, это по сути использование затвердевшей слюны ласточки. И с помощью как раз-таки этого компонента, эти птицы и строят свои гнезда. Этот ингредиент уже очень давно известен в восточной медицине, и также в китайской кухне он считается деликатесом. Это тоже один из тех ингредиентов, о которых ты начинаешь читать, и понимаешь, что его бонусы просто бесконечны. То есть, действительно, это очень классный ингредиент, который здорово может помочь вашей коже. Он очень позитивно влияет на общее состояние кожи, ее эластичность и ее текстуру. Отлично заживляет раны, борется с раздражением, защищает нас также от вредного воздействия окружающей среды. Я также попадала на некоторые исследования, где было указано, что как только вы начинаете пользоваться уходом с содержанием этого экстракта, обезвоженность кожи снижается на 30%. И вот здесь как раз-таки это один из тех ингредиентов, где нужна супервысокая концентрация. Я опять-таки попадала на исследования там, где даже концентрация в 0,5% уже была настолько эффективной. Я даже встречала такие изображения, где с одной стороны применялся крем с этим экстрактом, и с другой стороны это было плацебо, то есть крем похожей текстурой, но без этого экстракта и без активных ингредиентов. И там вариант до был вообще такой стрёмный, там такие потрескавшиеся, очень болючие пятки. А на фотографии после видно прогресс, насколько сильно этот крем помог. А на стороне плацебо, в принципе, все как было, так и осталось. Единственная тревожная информация, на которую я попала, заключается в том, что сейчас востребованность этого ингредиента очень сильно выросла из-за того, что он попал уже и на европейский, и на американский рынок. Соответственно, из-за того, что ингредиента этого нужно гораздо больше, разрушается гораздо больше гнезд ласточек. И даже попадала на статьи, там где уже немножко так бьют тревогу, говорят, что это того не стоит, оставьте ласточек в покое, разрушаются даже гнезда, в которых они еще не успели пожить, то есть они их сплели для того, чтобы вывести потомство. Но это гнездо разрушается, перерабатывается в косметических целях, тогда как птицы, грубо говоря, остаются без дома, а для них это очень опасно, потому что они могут просто-напросто не выжить из-за этого. Перед тем, как давать какое-то однозначное заключение, я хочу немножко больше ознакомиться с этой темой. Ну а пока давайте эту тему оставим и перейдем к обзору тоника. Это витаминный тоник для лица, у него достаточно стандартная упаковка с обычным распылителем. Мне бы, конечно, очень хотелось бы видеть здесь распылитель, как сделали Avon в своей эмульсии для лица. Вот этот бьет достаточно жестко. И вы знаете, этот тоник меня впечатлил даже еще побольше, чем крем. На втором месте после воды здесь гидрогенизированное касторовое масло. И вот эта приставочка PEG40 отвечает за то, что это масло находится на поверхности кожи и не впитывается в кожу. И если вы сейчас подумали, что это плохо, нет, в данном случае это как раз хорошо, потому что это масло предотвращает потерю влаги, смягчает кожу и имеет противовоспалительный эффект. Следом, после касторового масла здесь идет неоцинамид, то есть здесь действительно высокая концентрация этого ингредиента. Я о нем уже вам рассказала, и вы уже в курсе, насколько это классный ингредиент. Потом также здесь идет пантенол. Пантенол это провитамин В5. Он привлекает и удерживает влагу, успокаивает также кожу. Аскорбилфосфат натрия. Это отличнейший ингредиент, это стабильная форма витамина С. И эта, кстати, форма витамина С отлично работает с антиакне продукцией. Ну и также вы наверняка уже знаете, что витамин С отлично выравнивает общий тон лица, делает кожу более яркой, более упругой. В общем-то тоже отличнейший ингредиент. Дальше среди вспомогательных ингредиентов здесь 3, а если сюда добавить витамин С, то это 4 уже будет антиоксиданта. Среди них тут и витамин Е, который очень полезен для кожи. Это, наверное, один из наиболее изученных антиоксидантов на данный момент. Ну и в принципе здесь есть несколько других ингредиентов, но я прям на каждом не хочу останавливаться. В принципе, все, что здесь написано, соответствует действительности. Ну и последнее, о чем я хочу вам рассказать, это гидрофильное масло для очищения. Как видите, за 2 недели у меня его ушло достаточно много. Что касается его прямого назначения, как он смывает макияж, здесь вообще никаких претензий. Отлично смывает макияж. Единственное, здесь этот дозатор выдает достаточно маленькое количество. Нужно где-то приблизительно помпы 3-4 для того, чтобы смыть, ну вот такого плана макияж, как сейчас на мне. Гидрофильное масло это, наверное, самый простой способ очистить лицо от макияжа. Что касается состава гидрофильного масла, то вы знаете, здесь я не нашла ничего супер революционного, но в то же время, в принципе, это здесь и не нужно. Вообще считается, что все средства, которые мы наносим и смываем, вот они не обязаны быть с какими-то супер активными ингредиентами или что-то типа того. Здесь важно просто, чтобы они давали нам результат, а все активные ингредиенты лучше, чтобы оставались в коже. То есть это любые тоники, сыворотки, кремы, эмульсии, эссенции и так далее. Все, что остается. Если это что-то, что находится у нас на лице пару секунд или там минуту, то, в принципе, особой роли как бы не играет. Это мнение я не один раз уже слышала, но и, в принципе, оно мне кажется просто логичным. Первый ингредиент в списке здесь это изопропилмеристат, это синтетическое масло. Потом идет касторовое масло, о нем я уже тоже вам рассказывала, потому что касторовое масло есть в составе этого тоника. А дальше здесь находится как раз-таки тот ингредиент, который, как мне кажется, отвечает за то, что это масло легко смывается и превращается именно в такое что-то легкое пенящиеся. Этот ингредиент производится из пальмового масла, что делает его менее сухим и менее жестким. Что касается его прямого назначения, а именно снятия макияжа, очищения кожи, то здесь это средство справляется на отлично. Итак, что касается моих общих впечатлений от этой линейки, то я думаю, вы уже догадались, мне эти средства понравились. Я в последнее время очень придирчиво отношусь к своему уходу и стараюсь выбирать ту продукцию, которая действительно что-то делает, а не просто занимает место у меня на полочке в ванной. Я очень слежу за ингредиентами, слежу со состоянием кожи, стараюсь подбирать именно то, что нужно мне именно в данный момент. И вот эти средства очень хорошо вписались в мой нынешний уход. Я ими пользуюсь, это действительно правда. Это не просто я их взяла для обзора, сейчас вам их нахвалила и пользоваться ими не буду. Я буду продолжать ими пользоваться. И вообще вот этот крем я хочу взять еще для своей мамы. Я думаю, он ей тоже очень понравится. Если Фаберлик не планирует на этом остановиться, то мне будет очень интересно посмотреть, что они выпустят в будущем, потому что мне кажется, вот это уже очень хороший старт. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если так и было, конечно же, поставьте ему палец вверх. Можете поделиться со своими друзьями, подругами, мамами, тетями. Пускай как можно больше людей начинает разбираться в ингредиентах и подбирать правильный уход для себя. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube вам сейчас предлагает другие мои видео. Очень советую посмотреть вам видео о активных ингредиентах. Я его недавно снимала. Там вот просто обо всем и сразу такой экспресс-курс по ингредиентам. А если вы уже смотрели эти видео, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.